Россия начала уставать от Путина, особенно Москва. Политика. Власть 30 июля 13.31. Россия начала уставать от Путина, особенно Москва. 38% сограждан не желают, чтобы президент правил после 2024 года. Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 36.045. На фото, президент РФ Владимир Путин. Справа, фото, Алексей Никольский. ТАСС. Материал комментируют. Лев Гудков, более третий россиян, 38%, не хотят, чтобы Владимир Путин оставался у власти после 2024 года. Об этом свидетельствует опрос Левада Центра. За последний год доля подобных ответов выросла на 11% пунктов, отмечают социологи. Правда, 38% не рекорд. В 2012-2013 годах этот показатель был 40% и 45%. Оставить Путина в Кремле после 2024 года желают 54% опрошенных. Максимальным этот показатель был в августе 2017 года 67%. 8% затруднились с ответом, и это рекорд. Прежде их было от 14 до 26%. 43% считают, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться. Это тоже рекорд максимум с июля 2001 года. Зато вариант люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны оказался наименее популярным за 19 лет 24%. При этом электоральный рейтинг Путина не меняется, отмечает Левада. После резкого снижения в июне 2018 года из-за пенсионной реформы он стабилен. 40% всех опрошенных или 54% готовы голосовать. Заметим, сам Путин, скорее всего, не собирается оставаться президентом по истечении нынешнего четвертого срока. Ранее Блюберг сообщил, что Путин может остаться у власти после выборов в 2024 года в качестве премьера. По версии агентства, Кремль рассматривает сценарий, при котором полномочия премьера будут расширены в ущерб президентским. Для этого требуется одобрение Госдумы, внесение поправок в Конституцию, и очень пригодилось бы большинство единой России в парламенте после выборов в 2021 года. Два сценария черного августа 2019, катастрофа для рубля произойдет внезапно российская экономика вступает в самый тяжелый месяц в году и ждет потрясений. В этом пункте для кремлевских политтехнологов может быть проблема. Поэтому, пишет Блюмберг, Кремль намерен изменить избирательное законодательство. Долю депутатов по партийным спискам сократят с 50% до 25%, 112 человек, а остальные 75% будут избирать по округам как номинально независимых. В итоге Путин сможет получить полный контроль над новым парламентом за три года до истечения президентских полномочий, а затем остаться у власти после 2024 года. Вся полнота власти будет у него как у председателя правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским, уточняет. В этом кремлевском плане имеется изъян. По мнению аналитиков, после ухода Путина с поста президента российская элита коренным образом поменяется. И проблема здесь в одном. Владимир Путин за годы своего правления полностью вытоптал политическую поляну, и создал политический вакуум. Именно поэтому в России сегодня не видно политических лидеров и влиятельных партий, которые могут составить реальную конкуренцию главе государства и его окружению. Это происходит не потому, что в России мало умных, честных людей, настоящих профессионалов. Просто сегодня, едва эти люди засвечиваются в публичном пространстве, их начинают давить. В результате, у граждан возникает ощущение, что никого нет кроме Путина. Это очень плохое ощущение. Потому что с уходом Путина возможна ситуация без власти. И власть, валяющуюся на земле, могут подобрать случайные люди, которые проявят готовность идти до конца. Массовое отношение к Путину не влияет на то, останется ли он президентом, или совершит рокировку опять станет премьер-министром. При изменении Конституции превращение поста президента в чисто номинальный, отмечает директор Левада Центра Лев Гудков. Это решается в высших эшелонах власти без участия населения. СП. Можно ли сказать? Что сегодня поддержка Путина минимальна. Сейчас не самый низкий уровень поддержки. Самый низкий был в конце 2013 года, когда 47% опрошенных не хотели видеть его президентом на следующий срок. И больше 60% говорили, что устали от Путина президента. СП. Как сейчас выглядит настроение в российском обществе? Растет социальное недовольство и социальное напряжение. Причем, уровень критичности и социального раздражения выше в провинции в бедных и депрессивных социальных средах. Впрочем, именно эти группы в минимальной степени обладают потенциалом солидарности, организованности и готовности к протестам к выходу на улицу и отстаиванию своих прав. Репетиция Майдана в Москве состоялась, кто превращает столичные выборы в повод для уличных сражений. Власть, я считаю, сделала ставку на силу на подавление. Ситуация в экономике будет ухудшаться, цены расти, возможен конфликт с другими странами. Все это будет накапливаться, а люди уже устали от ожидания большой войны. Есть и еще важный фактор, в жизнь вступает поколение 24 вопросительный знак 40 летних наиболее критично настроенное, которое не боится, и готово выступать с политическими требованиями. Это заметно пока только в крупных городах, но тренд именно такой массы активных людей будет увеличиваться. Реакция властей на это, я считаю, будет одна, давить. Уровень конфликтности в России, на мой взгляд, будет только нарастать. Никакой стратегии решения проблем, я полагаю, власть выработать уже не может. Она систематически склеротизируется, становится все менее дееспособной, а реагирует все более и более жестко. Так что к 2024 году, я предполагаю, конфликтный потенциал в стране резко вырастет. Но как именно будут разрешаться эти конфликты, сейчас сказать трудно. Это было бы чистым гаданием. Анна Левада-центр внесен у Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Новости внутренней политики. Единой России запретили врать власть. Ей сосудил массовые задержания демонстрантов в Москве. Редактор субтитров А.Семкин